Уходящая неделя прошла под знаком Самаркандской международной конференции высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности. В древнем городе с почти трехтысячелетней историей, с уникальными традициями земледелия, собрались ведущие мировые эксперты, министры сельского хозяйства, руководители международных организаций и финансовых институтов, чтобы на примере достижений Узбекистана в агросфере рассмотреть и выработать единые требования, методы и подходы к широкому доступу людей к качественному питанию и достижению целей устойчивого развития в плане создания предпосылок для так называемого нулевого голода. Что касается проектов, которые сегодня и были показаны, все проекты, конечно, направлены на развитие переработки, это очень важно. Мы в рамках выставки встретились рядом из этих компаний, а с нашей стороны мы являемся международной организацией, которая объединяет 57 стран по вопросам продовольственной безопасности. Встречались на выставке с рядом местных узбекских компаний, были очень приятно удивлены высокому качеству продукции, которая, наверное, соответствует самым лучшим стандартам. Общий потенциал в настоящий момент сейчас, проработанные продукции, экспортируются на полтора миллиарда долларов, а потенциал составляет 10 миллионов. Я больше, чем уверен, в течение 3-4 лет это показатель будет достигнут. На конференции узбекская сторона выдвинула ряд задач, которые надо выполнить к 2030 году. Среди них увеличение дохода фермеров на 200% или в два раза в ближайшие пять лет. Освоение дополнительных 300 тысяч гектаров земли для создания интенсивных садов и виноградников. Здесь согласованная политика, связанная с указаниями главы государства. Во-вторых, очень правильная, продуманная политика. Очень важно, кстати, для готовой продукции вопрос пакетирования, так называемой packaging industry. Я вот обращаю внимание, что несколько крупных предприятий открылся здесь, что позволяет для фермеров, тех, кто занимается производством овощеводческой и плодоводческой продукции, свою продукцию уже доводить до супермаркета. У нас 57 стран. Узбекистан является одной из этих стран. Большинство наших фермеров упирает внимание на что? Обеспечить, как бы самообеспечить себя. Но самообеспечение – это недостаточно для целых в рамках государства. Поэтому то, что государство сейчас субсидирует продукцию, то, что государство дает возможности и особенно маркетинговые новые инструменты предоставлять, Это все дает возможность широкий ассортимент инструментов маркетинговых, финансовых, консалтинговых продуктов предлагается. Поэтому сейчас очень удобно в такой момент продолжить этот рост. Фермеры, которые ранее, как я говорил, работают только на самообеспечение, они уже заинтересованы в экспорте продукции. Ключевым фактором является международное сотрудничество.